Продолжение следует... Продолжение следует... Если каждый житель области не внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом, властям придется принимать жесткие меры, чтобы остановить распространение инфекции. Ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, критическая. И действительно угроза локдауна вновь нависает. Сразу хочу ответить на вопрос, который звучит. А что же мы локдаун на сегодняшний день не вводим, не вводим по всей стране, в регионе? В чем отличие с прошлым годом? И главное отличие это как раз то, что сегодня мы имеем защиту перед ковидом. И это защита вакцинации. Но сегодня каждый, каждый из нас может защитить себя сам. Бесплатно сделать вакцину в 169 пунктах, где сегодня вакцинация проводится. У нас таких по региону. Пропускная способность, кстати, их 16 тысяч вакцин в день. У нас 19 мобильных пунктов. У нас есть круглосуточные пункты. Мы готовы предоставить такую возможность. Но никто не сделает это за вас. Никто за вас не примет это решение. Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе, уже действуют некоторые ограничения. Мира касаются сферы общественного питания. Принято решение в ресторанах и кафе вести 50-процентное ограничение по заполняемости не только в ночное, но и в дневное время. С 15 октября зоны фудкортов в торговых центрах будут обслуживать только тех, кто предъявит паспорт и документ QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Часть ограничений коснется спортивной сферы. Временно запрещается проведение региональных и городских соревнований среди несовершеннолетних. Кроме того, приостановлено действие социальных карт для людей 65+. Это не касается обладателей сертификата о вакцинации или сведении о перенесенном заболевании. Неиспользованные поездки по карте перенесут на другое время. И как уже известно, с 18 октября жители области смогут посещать театры, филармонии, фитнес-клубы, бассейны и спортивные залы только при наличии QR-кода или соответствующей справке о перенесенной болезни. К сожалению, те зрители, которые не имеют этих документов, не смогут посетить с 11 октября наше учреждение культуры. И мы, конечно же, готовы вернуть средства за билеты. Они должны их будут вернуть в кассу или в электронном виде, если они покупали. Ну, то есть такой механизм проработанный. И, значит, либо вакцинироваться, либо ждать, когда снимут эти ограничения. Театр «Колесо» начал заранее предупреждать зрителей о нововведении на своих страницах в социальных сетях заранее. Будем заблаговременно открывать уже двери нашего театра. То есть ориентировочно где-то за час будет это все открыто. Контролеры будут сверять данные и провожать зрителя в учреждение. Здесь у нас на третьем этаже представлена картинная галерея. И воспринимают, конечно же, с пониманием. Потому что, на самом деле, обстановка у нас в области достаточно серьезная по коронавирусной инфекции. Поэтому жизнь и здоровье, конечно же, в первую очередь. В театре юного зрителя «Дилижанс» в новом сезоне продажи билетов бьют рекорды. Правда, с нововведением здесь готовится работать на 25% заполняемости зала. Сегодня мы работаем на 50%. Но я так все равно какие-то планы себе нарисовала. От 50% я еще отнимаю 50% на сегодняшний день. Потому что по статистике вакцинированных в Тольятти даже 50% нет. Хочется пожелать всем здоровья. В первую очередь здоровья, еще раз здоровья. И подумать не только о себе, но и о нас. Вот мы, театр, мы готовы. У нас 90% вакцинированных в коллективе. Мы готовы встречать дорогого зрителя. И хочется, конечно, чтобы зритель тоже к нам отнесся точно так же, как мы сегодня относимся к нему. Продолжает действовать и дистанционное обучение для школьников 6-10 классов. Процесс в целом выстроен. Работаем мы с помощью современных технологий, как вы видите. Я вижу детей, они видят меня. Все задания, в принципе, мы выполняем, вот как это было до дистанционки. То есть современные технологии позволяют нам работать в обычном режиме. Я вижу глаза детей, они реагируют на мои вопросы. Даже, может быть, где-то кому-то и комфортнее вот в этих обстоятельствах. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что там, где было введено дистанционное обучение, за неделю снизилось количество заболевших детей. Но между тем ситуация остается крайне серьезной для всех. Мы на сегодняшний момент уже провакцинировали миллион 160 тысяч жителей Самарской области. Да, система здравоохранения Самарской области имеет определенный запас прочности, но и он, к сожалению, исчерпаем. И самое главное, это наши врачи, медсестры, санитары, водители скорой помощи, все, кто работает сегодня в сфере здравоохранения, их человеческий ресурс не беспределят. И, к сожалению, если ситуация не будет меняться к лучшему, то, конечно же, будут возрастать и очереди. Наверное, могут быть и задержки в предоставлении этой медицинской помощи. Мы просто обязаны уже услышать врачей, специалистов, экспертов, те, кто хорошо разбираются в этой ситуации и которые в один голос все говорят, вакцинироваться лучше, чем болеть. Сделайте выбор в пользу жизни, а не в пользу смерти. Сделайте этот выбор, дорогие земляки. Борьба с коронавирусом идет и в общественном транспорте. В троллейбусах, трамваях и автобусах области будут устанавливать рециркуляторы воздуха. Сейчас в качестве эксперимента уже оборудованы в Тольятти 175 машин общественного транспорта. В очереди еще 140. Пока некоторые жители региона все еще сомневаются, делать прививку или нет, болезнь продолжает поражать все больше и больше людей. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Время действовать. Дмитрий Азаров призвал не спекулировать на теме коронавируса и не отговаривать людей от вакцинации. За такие призывы будет ждать серьезная ответственность. Яна Левина, Юлия Владимирская, Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова